МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда в это время, а также в течение всего вечера и субботнего дня, вас приветствуют те еще новости на Медиаинформ. Родину защищать, пожалуйста. А вот предоставить обещанное так нет. Нежелание чиновников помогать героям вызвало справедливое недовольство со стороны ветеранов АТО. Губернатор Максим Степанов выслушал защитников и сделал определенные выводы. О чем говорили и к чему пришли, знает Максим Федак. Большой зал гели вмещает в себя всех бойцов АТО, у которых есть вопросы, жалобы, просьбы и пожелания к губернатору Максиму Степанову. А претензий к чиновникам накопилось действительно немало. Один из главных вопросов – реабилитация. Вернувшись домой после боевых действий, не всем одинаково просто перейти в себя и вернуться к нормальной жизни. С этой целью и должны быть реабилитационные центры. Правда, дела в области с ними обстоят не лучшим образом. И дело, скорее, даже не в учреждениях, а в специалистах. У нас в Украине, в принципе, Алиса Денисенко, нет специалистов, которые готовы на данный момент делать психологическую реабилитацию. И их вообще очень мало. Если мы сделаем много санаторий, это не значит, что ребят будут там реабилитировать. Они будут приезжать, пить водичку и гулять на свежем воздухе. Бывает так, что страна становится родной, даже если у тебя нет ее гражданства. Это идеально описывает ситуацию нескольких жителей Одесской области, которые пытаются получить паспорт с трезубцем уже почти 20 лет. И даже после участия в АТО им никто не спешит идти навстречу. Ко мне обратились два человека, гражданины Молдовы, но при этом они имеют статус УБД, военный билет, присягу и ход. Паспорта нет. Благодаря Николаю Николаевичу Саражеву, мы одному уже начали оформлять документы. У людей дети, у людей семья, а паспорта нет. И живут они, между прочим, с 95-го года, с 91-го, по сегодняшний день. Увы, но это далеко не единственные проблемы. Первоочередное препятствие, с которым сталкиваются бойцы, вернувшиеся с АТО, бюрократия. Как-то так заведено в нашей стране, что чиновники сперва обещают всяческие блага, а потом об этом благополучно забывают. Мы даже не знали, что нам будут платить заработную плотню, что нам будут землю выдавать, ну и много чего. Просто хлопцы взяли, все и пошли. Бойцы АТО признаются, когда были в окопах, цель была одна – защищать свою страну. Вернувшись домой, рассчитывали, что их не забудут и помогут. Некоторые даже строили планы на землю, которую им обещали. Но не тут-то было. Местные чиновники в большинстве своем, мягко говоря, не шли на контакт. В результате обещанную землю получили лишь единицы. Остальные же, устав бегать кабинетами чиновников, пошли на самый верх. Первого числа второго месяца 2017 года проведено земельных торгів. На аукцион землю выставляют. Но, зважаючи, что инвентаризация земельных делянок проводилась за кошты державы та областного бюджета в формувании земельных делянок, здействовалась ключ на передачу их в арендование конкурентных людям. Потому что недоценно передавать в властность участникам антитеррористичной операции. Мотивируются такие решения просто. Земля должна приносить деньги. Только вот группа бойцов, среди которых есть юристы, фермеры и бизнесмены, предложили проект собственного агросоюза. Но такую инициативу власти одного из районов не оценили. Максим Степанов принял во внимание все затронутые вопросы и согласился сотрудничать в любой благоприятной форме для бойцов АТО. Своим решением по этому поводу они поделятся с губернатором уже через неделю. Все, мы поручаем Центру допомоги АТО, правильно я понимаю, это что общая коллективность, всех собрать, всех собрать и понять в каком формате мы работаем дальше. Для того, чтобы за это время, я думаю, что я вам уже сделал какие-то предложения по поводу тех вопросов, которые вы задали. На сегодня все, я всех очень рад был видеть, познакомиться. Спасибо всем большое. Результатом встречи все остались в той или иной степени довольны. Люди были услышаны, а это важно. Но самое главное, чтобы это были не очередные пустые разговоры, а за встречей последовали и действия. Чиновникам, наверное, пора задуматься, что если бы не эти ребята, то не сидели бы они в своих уютных креслах. Да и вообще, может, стоит самим сперва Родину позащищать и порох понюхать, а затем уже играть с человеческими судьбами. Одесские предприятия начнут работать для оборонного комплекса Украины. Что будут делать и в каких объемах – далее. Одесса перешла на новую, более высокую ступень в военном деле. Теперь наш город будет тесно сотрудничать с одним из главных производителей и разработчиков военной техники в Украине. Председатель Одесской ОГА Максим Степанов подписал соответствующий меморандум с генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром». До сих пор, до этого времени, мы абсолютно не могли достучаться сюда, в Одессу, в департамент, в том числе промышленности. Государственный концерн «Укроборонпром» имеет большое стратегическое значение для безопасности экономики Украины. В него входят пять предприятий разного назначения и 134 завода, на которых проектируется и изготовляется техника. Если ранее с концерном сотрудничало только 10 одесских предприятий, то теперь это число планируют увеличить до 32. На территории нашей области существуют те предприятия, которые могут изготавливать соответствующую продукцию, в которой нуждаются «Укроборонпром». Это прежде всего та продукция, которую сейчас активно руководство «Укроборонпром» замещает то, что было по импорту, то, что называется импортозамещение. Для Одессы это, несомненно, большой рывок вперед. Меморандум позволит одесским предприятиям развиваться, а специалисты получат рабочие места. Ранее «Укроборонпром» частично получал компоненты для производства из-за границы, но теперь при помощи одесского региона он сможет делать полностью украинский продукт. Если мы раньше получали компоненты для бронетехники, которые заказывают у нас сейчас силовые ведомства Украины, Министерство обороны, Национальная гвардия, Службы безопасности Украины, мы эти компоненты раньше вынуждены были экспортировать. Сегодня мы хотим покупать их здесь и производить их здесь, в большем количестве здесь, в Одесской области. Украинская армия занимает восьмое место в Европе по оценке международных экспертов. В этом заслуга не только военных, офицеров и добровольцев, но и военной техники. Ведь ее качества и возможности действительно поражают. В нашей стране произошло невероятное, поверьте мне. И это многие сейчас оценивают. В течение двух лет создать такую армию – это невозможно. Подписанный меморандум – это не только новые рабочие места, но и инвестиции в развитие наших предприятий, подчеркнул Максим Степанов. Это то, с чего я начал, по сути дела, свою деятельность сразу, потому что, еще раз хочу сказать, без инвестиций, без реальной загрузки предприятий, говорить о каком-то развитии абсолютно невозможно. Большая часть производства Укроборонпром идет на обеспечение наших военных в зоне АТО. Радует одно – теперь деньги, которые уходили за бугор, будут идти в Одессу, на наше предприятие. Надеемся, что это только начало длинного пути. Вкладчикам ликвидированных банков стараются облегчить процедуру возвращения средств. Этим вопросом активно занялся фонд гарантирования вкладов физических лиц. Теперь, благодаря автоматизированной системе, вкладчики обанкротившихся учреждений смогут получить свои деньги в одном из семи банков-агентов, с которыми было заключено соглашение. Ринок сам управлять не способен необходимому участию государства. Так вот, государство должно обеспечивать социальную защиту всего населения. Сегодня, пока мы видим, что рынок правит балом, в том числе и в сфере банковской. А вот государство, его институты, которые должны защищать, я считаю, что это первый такой важный будет шаг для того, чтобы защитить вкладчиков. Дельтабанк, Брокбизнесбанк, Надра и Мексбанк – это далеко не весь список банков, которые обанкротились за последние три года. Куда делись деньги вкладчиков? Почему система дала сбой и кто в этом виноват? Вопросов больше, чем ответов. Почему эти банки стали непредеспособными? Где-то деньги были выведены, либо непрофессиональный был менеджмент этих банков. А это нельзя было допускать. Сегодня это уже мы следствие решаем. Пытаемся решать то, что чьи-то были проблемы. Мы их решаем. И допускать не надо было. Чтобы целые структуры банков, которые контролируют на момент вот этих вот процессов, которые протекают нехорошие, негативные, до доведения каждого банка до банкротства. Крупнейший банк Украины «Приват» также был на грани банкротства. От ликвидации его спасла лишь так называемая национализация. Однако из-за этого государственный долг нашей страны в прошлом году вырос до 72 миллиардов долларов. Сейчас в Национальном банке Украины уверяют, что больших банкротт банков больше не будет. Вот только Игорь Савенко не сильно доверяет таким утверждениям. Обеспечивают ли те банки, которые есть у нас, обеспечивают промышленность кредитами, обеспечивают сельское хозяйство и по какие проценты. Не мыслимо получать кредиты под 17-18-20 процентов. Какие сегодня сферы, отрасли могут так развиваться, чтобы получать кредиты и продавать товары? При низшинских заработных вкладах людей. Отметим, что тестирование новой системы фонда гарантирования вкладов начнется на следующей неделе. Поможет ли это вкладчикам быстрее вернуть свои средства? Посмотрим. В Украине официально введены чрезвычайные меры в сфере энергетики в связи с блокированием грузовых перевозок угля для тепловых станций. Как данная ситуация скажется на нашем городе и возможно ли избежать последствий – далее. Чрезвычайные меры в сфере энергетики по распоряжению Кабмина продлятся один месяц до 17 марта включительно. Так что готовьтесь к возможным отключениям. Проблема в нехватке угля антрацитовой группы, который необходим для работы тепловых электростанций. Его осталось очень мало. Поскольку вся энергетическая система Украины связана в единую сеть, существует вероятность, что последствия коснутся и наш город. Веерные отключения, в принципе, вводятся после того, когда проходит первая стадия, вот та, которая сейчас объявлена, и та, которая в крупных городах с промышленностью развитой, введена в состояние особого режима, то бишь их будут ограничивать, не останавливать, а ограничивать в часы максимума нагрузок. И если это не принесет желаемого результата, вот, когда сравняется баланс между производствами и потреблением электрической энергии, то тогда не исключено, что будет дана команда, еще раз повторяю, команда, наведение этих графиков аварийных отключений. Электроснабжение, осуществляемое в Украине в обычном режиме, процентов 60 вырабатывают тепловые станции, а остальное брали на себя атомные станции и ГЭС. Ну а сейчас, в связи со сложившейся ситуацией, АЭС взяла на себя большую часть производства электроэнергии. Сейчас правительство поставлено в такие условия, чтобы дотянуть вот тот запас угля, который есть, хотя бы для того, чтобы окончить отопительный сезон. Ну, имеется в виду, чтобы была электроэнергия, потому что не будет электроэнергии, то и отопление тоже пострадает, потому что вы же сами знаете, современные здания, крышные котельные без электроэнергии мертвы. Но не так страшен черт, как его молюют. График аварийных отключений уже давно сформирован, и если некоторые дома и останутся без света, то на незначительное время. А вот школы, больницы, детские сады и вовсе не попадают в график отключений. Они в этот график не попадают. В эти графики, там три есть очереди, они в эти графики не попадают. И с ними вместе не попадают те потребители, которые участвуют в электрической цепочке, ну, на жаргоне сказано. И что вызывает недоумение у соседей, которые попадают в этот график, но через дорогу у них видят, что вот есть свет, а у них нет. Так вот, объясняется это тем, что в цепочке тех, у которых не отключают, есть детские садики, есть родильные дома. Будем надеяться, что способ решения данной проблемы в скором времени будет найден. И веерные отключения не коснутся нашего города. Ведь отсутствие электричества – это, конечно, романтично. Но в том случае, когда это запланировано, а не по графику. Внимание! Полиция разыскивает пропавшую Гуцан Кристину Михайловну, 99-го года рождения. На вид девушки 16-18 лет, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения. Волосы черные, длинные, прямые. Глаза карие, губы тонкие. На запястьях рук у девушки 3-4 шрама. В марте прошлого года Кристина бросила учебу в 26-м училище и проживала по разным съемным квартирам в Одессе. По словам родственников, она работала официанткой. Последний раз на связь с семьей выходила в октябре. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Кристины Гуцан, просят обращаться по телефону в дежурную часть арцистского отдела полиции. 048-453-11-72. Или по телефону 102. На чужом несчастье счастья не построишь. И для жильцов одного из одесских домов эта фраза несет уже далеко не фигуральный смысл. На чердаке памятника архитектуры ведется стройка. Что строят и чего опасаются одесситы, разбирались наши корреспонденты. На чердаке дома по-еврейски 58 полным ходом идут строительные работы. Жильцы устали самостоятельно бороться с нелегальной стройкой, из-за которой уродуются и разрушаются здания, которые, кстати, являются памятником архитектуры. Обращение в ЖЭК и Горсовет пока результатов не дали. Значит, дом памятник архитектуры, на котором вообще запрещены любые работы. Значит, еще раз хочу, так сказать, подчеркнуть, что никто из соседей разрешения на приватизацию, во-первых, не давал. Во-вторых, у нас на чердаке проходят все наши коммуникации. Это печные трубы, это вентиленканалы и так далее, которые теперь мы отрезаны от этого всего. Люди уверяют, дом не выдерживает строительных работ и буквально трещит по швам. Жильцы просто опасаются как за состояние своих квартир, так и жизни. Трещины уже пошли по квартирам и подъезду. И это, по сути, только начало. В планах у застройщиков вместо чердака на площади 200 квадратов открыть хостел. Квартира по семейному, спильному заселению на третьем полосе и на мансардном полосе. Сколько здесь комнат? 16 комнат. В кухне раз, два, три, четыре, пять. Пять кухонь, ванных комнат раз, два, три. Санузлов раз, два, три, четыре. Это все, что будет делаться. Значит, дом как мансардное помещение, чердачное помещение. Городские чиновники вообще не понимают, каким образом летом прошлого года областной ГАЗ передал чердак в собственность Одесситки, когда здание является памятником архитектуры. Сейчас стараются все оспорить. Мы неоднократно выезжали комиссионно на данный объект. Попасть на объект мы не можем. Жители об этом знают, они были вместе с нами. На данный момент мы готовим письмо в прокуратуру номер три с просьбой подать исковое заявление о отмене этой регистрации на основании того, что декларация была отменена. Жители дома надеются, что бумажная волокита не затянется, ведь промедление сейчас непозволительно. Здание уже выглядит так, как будто готово посыпаться в любой момент. Жители дома прилагают все усилия, чтобы сохранить не только свои жилища, но и историю Одессы. Будем надеяться, что их все же услышат и помогут. В Одессе откроют курсы подготовки для будущих чиновников. Стоимость обучения составит 600 гривен. О том, сколько нужно доплатить, чтобы взяли на работу, никто не распространяется. А у нас совсем те еще новости. В Черноморске устроили первый в истории православный квест. Финишной точкой стал храм иконы Божьей Матери. С поручницей грешной. Но те, кто истинно верит, туда дошли без карты. Жительница Измаила украла дорогой парфюм. Свой поступок объяснила просто. Понравился аромат. Но ей не повезло. Это были любимые духи жены следователя. Так что нашли быстро. Одесским школьникам показали тюрьму изнутри. Неудивительно, но ребятам там не понравилось. Но школьники обратили внимание, что там все же кормят лучше, чем в их школах. Невысокие деревья в Измаиле все же кому-то мешали. Теперь после небольшой коррекции они больше напоминают пеньки. По документам они все еще растут, как полноценные деревья. Можно будет посидеть в тени, правда, под зонтиком. Даже асфальт не выдерживает новые цены на коммунальные услуги. Эксперты грешат на канализационные трубы. А он все проваливается и проваливается. Уходит в подполье. В нашем огромном и современном мире среди суеты и забот многие забывают о таких качествах, как отзывчивость, бескорыстная помощь и милосердие. Во Всемирный день доброты наши корреспонденты делились позитивными эмоциями, а заодно узнали мнение одесситов об этом празднике. Многие ученые признали, что проявление доброты положительно сказывается как на физическом, так и на психологическом состоянии человека. Наш канал решил поддержать праздник и поделиться с одесситами капелькой доброты и приятных эмоций. Чтобы творить добро, не нужно много. Иногда достаточно просто подарить конфеты на улице, как это сделали мы, или помочь старушке донести тяжелую сумку домой. Простые элементарные вещи, которым нас учили в детстве, но почему-то сегодня ушли на второй план. Вы знаете, что сегодня Всемирный день доброты. Где мой подарок? Уже знаем. Нет, первый раз слышу от вас. Нет, не знаю. Спасибо, что беду при деле. Немногие в наше неспокойное время способны на такой подвиг, как доброта. В состоянии усталости и раздражения от насущных забот мы все чаще равнодушно проходим мимо чужих проблем, пока они не коснутся нас самих. Но все же хочется верить, что все можно изменить. Люди злые. Ситуация в стране плохая. Хотя это не должно зависеть от этого. Люди не понимают. Мне кажется, что это какое-то свято дивное. Доброта должна быть каждый день и каждую минуту. И вот даже сейчас мы посмешка все. И это уже добро. Вы понимаете? Люди должны, я не знаю, дивно, но факт. А ведь сам праздник появился еще в ноябре 1998 года, когда Международные благотворительные организации решили объединить под лозунгами доброты всех людей планеты, независимо от их гражданства, вероисповедания и национальной принадлежности. Одесситы уверены, проявлять доброту нужно каждый день, а не только по праздникам. Создравляем всех с всемирным Днем Днем Доброты. Спасибо большое. Ручку. Спасибо. Приятно. Крутой день. На самом деле очень круто. Спасибо. Спасибо. И передайте статус. Одно небольшое проявление доброты может принести гораздо больше счастья, чем глобальное размышление о переустройстве мира. Ведь оно приносит удовольствие и вам, и тому человеку, которому она отправлена. И помните, все добро, которое вы делаете, несомненно, вернется вам в ответ. Мы бы хотели с вами поделиться капелькой положительных эмоций, подарить вам конфетку, просто чисто символически, и передать вам эстафету. Эстафету добрых дел. Визьмите, будь ласка. Все добро. Вот так в течение получаса наша съемочная группа сделала намного счастливее одесситов, и нам это практически ничего не стоило. Даже погода сегодня поспособствовала тому, чтобы все стали чуточку добрее и улыбнулись друг другу. Так что 17 февраля запомнится нам не только добрыми поступками, но и как день, когда одесситы наконец-то сняли шапки. Вы смотрели те еще новости на Медиаинформ. Телефоны нашей редакции у вас на экране. Увидимся в следующих выпусках. Спасибо, что были с нами. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова